Похоже, Калион сейчас будет потопить. Бойкая пиратская. Потопила. Калион вообще не стреляет. Привет, мои дорогие! Привет, мои хорошие! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. И сегодня мы с вами продолжаем пиратствовать в игре The Pirate Caribbean Hunt. И сегодня мы с вами находимся на нашем острове. На нашем острове Гаити, который можно, в принципе, действительно назвать нашим, потому что у нас есть тут и Тартуга, и Сайбер Айленд. И мы находимся с вами в Самане, в нашем порту. И, как видите, у меня появилось два новых корабля. Это фрегат USS Constitution. И следующий кораблик. Это мановар летучий голландец. У меня уже был летучий голландец. Вот он у нас с вами стоит, наш легендарный, побывавший не в одном сражении голландец. И также есть кораблик первого ранга, как он называется, сейчас секундочку я вам скажу. А это Duke of Kent. Так вот, друзья, к чему я все это веду? Я веду это к тому, что у нас с вами опять скоро будет розыгрыш вот этих вот трех кораблей. Соответственно, первого ранга, мановар летучий голландец и фрегата. Но когда он будет этот розыгрыш, я вам расскажу отдельно. Это будет ближе к Новому году, возможно, к Рождеству. Я имею в виду Рождество, которое 24 декабря. А пока что я буду эти кораблики обкатывать и рассматривать их, так сказать, плавучие данные, боевые данные. Потому что до этого не было у меня фрегата, вот именно такого USS Constitution. И, как видите, я его опять же полностью прокачала. И что сегодня я хочу сделать? Я сегодня хочу походить на этом кораблике и посмотреть, что он из себя представляет. Потому что мне нравятся его данные. У него очень хороший угол поворота. Я надеюсь, что он маневренный, судя по его данным. Ну и, соответственно, давайте посмотрим сегодня, что он из себя представляет. Так, а смотреть мы будем следующим образом, друзья. У нас сегодня задание дня, испытание дня. Это найти четыре сокровища на островах с сокровищами. Поэтому давайте-ка попробуем успеть это сделать за сегодня. Сегодня у нас с вами ровно полчаса. И карта сокровищ у меня уже есть. И более того, я посмотрела, где это сокровище находится. Она находится под нашей базой Каба-де-Ля-Велли. Поэтому мы сюда и переместимся. Так, о, не успели бы переместиться. Как тут же все хотят зарплаты. Это моя основная база Каба-де-Ля-Велли. Кто меня смотрит, тот знает, тот помнит. И я вам подскажу, что у меня здесь построено. Так, сначала, правда, выдадим зарплату нашим. Нашим матросам, которые еще ничего не сделали, но денег хотят. Так вот, здесь у меня есть корабел. Вот он, корабел. Улучшать я его не собираюсь. Потому что, в принципе, все чертежи кораблей, которые мне нужны были, у меня фактически есть. У нас здесь есть с вами гильдия торговцев. Вот именно от нее сейчас и было сообщение о том, что груз продается автоматически. И ее тоже можно улучшать, чего я тоже, собственно говоря, не делаю. Мне как бы и так хватает. Так вот, давайте зададим. Я сейчас пока уж я тут. Я не так часто бываю теперь на нашей основной базе. Я задам своему корабелу задание. А именно, чертежи кораблей. Чтобы он изучал какой-нибудь чертежик. Как видите, я могу все построить. У нас остался кетч, у нас осталась бригантина. Вот пускай он изучает бригантину. Вот мы даем задание корабелу за определенную сумму денег. И 10 дней, да, пускай делает. 10 дней прилетят быстро. Вот он начнет сейчас изобретать бригантину. Так, ну а мы с вами отправляемся за сокровищами. Мы полностью, в принципе, вооружены. Заполнены ромом, поэтому поехали. Так, нам надо в открытый мир и на запад. Ночь, ночь на Карибских островах. И вот наш фрегат. Я его раскрасила на этот раз в таких нейтральных тонах. Шоколадно-белых, но с золотыми драконами. Так, на западном, говорят, да? О, да, о, да, о, да. Сейчас они у меня будут просить ром. Я удивляюсь, почему они до сих пор этого не сделали. Ага. Так. Вот началось. Хотят Рома. Так, ну что я вам хочу сказать. Угол, угол. Нормальный угол, в принципе. Так, там говорят, что кораблик, давайте, да, да, удовлетворим потребности наших бравых матросов. Так, и нам на запад. Стоит ли... Так, это кто? Карака. Карака торговый. Кораблик. На него нападать, может, и не стоит. Карака довольно симпатичный кораблик. Мне нравится. Он такой, как маленький кусочек торта. Она и убегает от нас. Так, там дальше кетч у нас по ходу. И с кетчем, в принципе, мы тоже не будем, наверное, с вами связываться. Если он сам с нами связываться не будет. Так, друзья, ну, поскольку я так понимаю, что этот остров не так близко, давайте я посмотрю еще раз на карту, правильно я иду. Иду я правильно. Теоретически остров должен быть близко. Но на всякий случай мы сделаем следующее. Я, как обычно, когда добегу до острова, включу запись. Или, если найду какого-нибудь противника, включу запись. Увидимся с вами через пару секунд. Нет, мы увидимся с вами быстрее, чем через пару секунд, потому что вот он, этот остров. И я, честно говоря, не знаю, как мы сейчас ночью там будем искать склад. Но давайте попробуем. В конце концов, посвятим себе какими-нибудь факелами. Так, отправляемся на поиски сокровищ. Ох, елки с палками, слушайте, какая длинная-длинная карта. И только одни пальмы служат нам указателями. Так, нам нужна пальма одиночная. И уже начинается. Так, здесь одиночная пальма. Здесь одиночная. И здесь. О-о-о. Так, хорошо, давайте исходить из того, что нам надо будет дальше идти к двойной пальме. Я так понимаю, что это, скорее всего, вот сюда. Вот сюда. Мы чапаем, чапаем, чапаем. Так, теперь нам должна двойная. Вот она. Там камни. Побежали скорее. Пока не зашло солнце, нам надо еще найти с вами еще три карты. Так, теперь двойная. Еще раз. Камни. Сюда. Так, я уже запуталась в двойных пальмах. Так, о-о-о, нет. Там мачта. А здесь одиночная. Так, бежим сюда. А теперь на юг. Теперь резко, резко летим на юг. Ага, там мачта на юге. Ладно. Будем надеяться, что мы пока что все делаем правильно. Так, большой камень. Он тут один. Теперь одиночная. Так, нет, там целая группа. Там веселые пальмы. А вот это очень грустная пальма. Она маленькая одна. Давайте-ка к ней и подойдем. Так, от этой грустной пальмы нам нужно... Ну, вот это как-то на грустную не похоже. Но другого выбора у нас нет. Я вот отсюда не пойму. Она как... Нет, она одиночная. Но не грустная. Так, сюда теперь нам нужны кочки, которые маленькие камушки. Это сюда. И теперь еще одни кочки, которые явно сюда. Так, у нас уже кружится голова. Огромная одна пальма. Так, там двойная. И, значит, нам сюда. Так, одиночная пальма. На восток. Говорит нам план. И мы выдвигаемся с вами на восток. Так, ну что ж, последний поворот. Последний поворот. Опять к одиночной пальме. Это может быть либо та пальма, либо никакая. Ну все. Так, будем надеяться, что прямо посреди острова у нас с вами закопано какое-нибудь редкое сокровище. Оуу, 237 чертежа военной шлюп. Кстати, по-моему, именно его мне и не хватало. Ну и 3700 монет. Это, в принципе, я считаю, тоже неплохо, не мало. Ну что нам надо? Нам надо с вами найти еще один чертеж. И даже не один, друзья, а желательно несколько. так желательно 3 опять ром слушайте нет я сама так наберусь когда у них ром они быстрее грибут быстрее работают так нам говорят что галеон галеон на горизонте давайте попробуем сразимся с галеоном если он сам с нами захочет кто еще там на горизонте как это пропустила я так 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 шкуна да еще и пиратская так так ну-ка 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 давайте вот сражайтесь а мы посмотрим хотя шкуна против галеона увидите какая бойкая шхуна кстати добавили какие-то новые пиратские не смотрю значки посмотрите как сразу нечего по нам стрелять вы стреляете друг друга потише чтобы посмотреть белая возможно что я еще покрашу этот кораблик прежде чем как говорится разыгрывать его просто сейчас хотелось попробовать этот радикально белый цвет шоколадно борту вернее корпуса так ну шкуна почти подбито галеон еще больше подбит ничего себе похоже нам ничего не достанется при таком раскладе и очень странно смотрите галеон вообще не стреляет тогда эти давайте посмотрим на них подзорку что там происходит что там происходит похоже галеон сейчас будет потом бойкая пиратская потопило или он вообще не стреляет какой-то очень верный вот и шкарда французский флаг так 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 на нас они пока не ополчаются все наверно у галеона нет боеприпасов как ни странно да смотрите есть пушки а зато шкуна вооружена до зубов мне кажется она сейчас пойдет на дно от веса своих пушек теперь похоже крышка такой нет давайте-ка мы развернемся а то мы как-то тут застряли по ветру посмотрим чем это закончится нужно понятно чем она закончится галеон дал один залп по дерзкой шкуни и все и мы можем конечно его сейчас тут дотопить чтобы получить свои очки ну-ка 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 или пираты берут его на абордаж чуть не похоже стой подожди давай-ка на всякий случай стрельно поэтому пирату что что он от нас хочет смотри странно и этот не стреляет стрелять будем более того мы сейчас и тебя дострелим галеон так ну ладно он для начала давайте распустим паруса соберем что тут выпало с пирата странно странно почему они такие не агрессивные был конечно мы все возьмем оскок у него там бочек был так и пошли добивать галеон хоть у нас и сердечки висят на флагах но мы все-таки пираты так что никакой пощады галеон никакой так вот мы спасли еще и двух моряков о какие мы гуманные так все взять очевидно мы не можем ух сколько у него там пороховых бочек но мы наверно можем починиться потому что мне кажется что когда мы сейчас баднули нет смотрите у нас все просто целёхенькая ничего взять там и не можем так опять какой-то корабль на горизонте поэтому побежали так ну что ж я вам хочу сказать мне всегда нравились фрегаты мне нравились маленькие кораблики поэтому я вам скажу что этот ничуть не хуже тех тех которые у меня были более того он шустрее он более манёвренной я уже прямо сразу могу сказать даже несмотря на то что когда он так и секундочку в аркентина и что баркентина все будем бодаться какой-то сегодня сегодня какой-то мирный день друзья никто не хочет с нами драться абсолютно кто там китобой испанский будет на нас нападать на ну-ка ночные сражения стрелять будем вообще-то это враг еще еще бы он не стрелял будет конечно ну тогда и мы постреляем чего уж тут стесняться так нет не тот парус уходит 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 зараза ладно ладно мы тебя достанем китобой а что что думал ты так вот подбежишь стрельнешь снесешь нам пушку и все что ли на этом все закончится вот этот 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 как-то очень все быстро-быстро произошло побежали догоним негодяя так вот теперь пора и полюс так чуть-чуть не хватило странно обычно пираты себя поджигали и топили чтоб никому ничего не доставалось смотрите-ка теперь и этот так на пушку мы поставим починимся немножко ну что ж зря зря воевали зря тратили боеприпасы так друзья этот кораблик пойдет в steam на витрина скриншотов а мы продолжаем наше путешествие и знаете что наверное я все-таки пойду и какой-нибудь из городов например вот сюда здесь дорогой ром почему бы нет и похожу вокруг вот этих островков посмотрю что можно найти из карт там может мы найдем и каких-нибудь приключений для начала давайте продадим во первых сахар дорогой ром ладно давайте продадим пару бочонков оставим нашим товарищем так немножко бочек 22 это уж слишком вот как-то так и теперь я надеюсь что это будет день давайте выйдем в открытый мир и посмотрим что у нас тут хорошего что день грядущий там готовит а заодно посмотрим на наш кораблик при свете дня я так понимаю что вряд ли мне удастся найти все карты так нам говорят что она там англичане там наши так сказать по деньги кипа давайте-ка дойдем до них посмотрим чем они там занимаются может быть они там с кем-то воюют поэтому нет это там два два англичанина да обойдетесь вы без рома слушайте вот только и делают что пьют ром спокойно вы нашли карту сокровищ друзья мы нашли карту сокровищ давайте посмотрим где она есть так так сразу я наверно не увижу поэтому давайте-ка сделаем вы увидели смотрите что там происходит это как ты так ты это как так делаешь карака я тоже так хочу боком а второй вообще исчез вот это да вот это фокусы так ну рома вы пока не получите обзор и карты сокровищ покажите на карте где на нам туда плыть с вами очень-очень далеко отстаньте со своим ромом лучше пойдем сюда мы наверное опять о и исламальдита находится в осаде боже боже зарплата 3200 с лишним монет хотят мои моряки так но нам надо за сокровища и сокровища и сокровища у нас на северо-востоке и мы выходим в открытый мир так северо-восток 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 это куда-то туда и опять ночь день был короток время пролетела незаметно а мы с вами плывем в сторону острова и увидимся с вами прямо там пока мои бравые матросы не загрызли меня за то что я не пою их рома ну вот друзья время пролетело быстро и луна еще не успел зайти как мы добрались до острова сокровищ но там ходит галеон и галеон этот вражеский давайте-ка прежде чем мы будем собирать сокровища попробую-ка я с этим галеоном сразиться галеон военный галеон пиратский да-да-да стреляют так а вот теперь вы получите как-то этот парус а вот теперь тот ничего-ничего да я не в нас стреляют какой сюрприз пушки снесли 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 заднюю пушку ну это не так страшно зарядка очень быстро происходит то ли от того что наши матросы напилить ром то ли так и должно быть так ну что подожди может тебя уже вообще в принципе должны были изрешетить как ушла со всех бортов ну да он подставил свой как сказать самое целое товарищ так давайте как мы тоже починимся чем можем говорится ну как-то так пошли соберем что есть да моряки моряки я видела что это были лодочки мы соберем естественно что выпало с пирата о доски это хорошо сейчас мы и доделаем наш борт отлично считай как новенькие не правда ли так паруса мы поднимаем и у нас появились бочки с маслом идемте поищем сокровище успокоим наши расстроенные нервы ухты 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 и нам сразу говорят идите на запад вот даже вот не глядя и не раздумывая просто вот идите на запад и все и будет вам счастье так на запад то мы пришли а теперь нам нужны и ящики там есть одни вообще как-то на этом острове много ящиков ну по крайней мере только к этим наш путь ведет так теперь две пальмы там две пальмы окей чатаем туда а теперь на юг на юг на юг на юг я же говорю все дело в ящиках так но главное не запутаться теперь то нам на запад и там уже не ящики там уже маленькие камешки а теперь мы должны найти бочку так бочка есть там и и больше бочек нету очень много всяких предметов на этом острове либо здесь пираты устраивали пикники либо это все-таки вынесло море так нужна двойная пальма это сюда а теперь нужно одинарная и где она а вот она нас и поджидает так опять нужны ящики опять нужны ящики и естественно они тут есть так я надеюсь это единственные были ящики до вроде когда так а теперь мачта и мачта тут имеется очень много что тут имеется я надеюсь мы с вами найдем здесь сокровище так бочки теперь в и большой валун так это не валун это пальма вот они тут целых два больших валуна и от них на восток на восток на восток ну-ка скажите мне стоит ли нам тут копаться так тихо 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 всего лишь 3900 монет ну я вам скажу нет конечно 3900 немалая сумма но мне хотелось бы найти еще одну карту сокровищ и друзья я так понимаю что мы не успеем не успеем на сегодня с вами собрать 4 карты а поэтому я уже и гоняться не буду потому что сейчас через буквально 4 минуты будет смена суток а значит и смена задания ну что ж тем не менее мы с вами нашли карты и это уже хорошо но друзья у нас наша база в осаде и знаете что я с вами еще попробую сегодня сделать это освободить или мальдита или мальдита а до этого спокойно не орать поехали сюда каба до левеля да 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 мы знаем мы именно потому сюда и заехали во первых чтобы заплатить всем по счетам а во вторых чтобы продать все что у нас есть ненужного а именно вот это вот очень очень дорогое масло а заодно так что рома нам хватит парусины тоже можно наверное только из магазина а из со склада взять немножко досок мало ли починиться так ром давайте возьмем еще ядер я думаю что наверно так ага я сфинкс тут стоит полный ядер давайте возьмем и этого и чтобы я наверно еще взяла наверное хватит друзьям я думаю что нам этого должно хватить давайте возьмем туда вообще все что мы только можем из ядер вот таким образом мортирных тоже должно хватить если что я думаю что так а что у нас творится с экипажем давайте наймем отлично все выбираемся на защиту нашей базы конечно там сейчас будет наверняка целая орда если так можно сказать про корабли осаждающих так для начала мы поднимем флаг и посмотрим кто там есть второй ранг там есть два корабля понятно второй ранг и мановар ну что ж а главное что под ним колотит наш бравый форт мы не будем долго тянуть это было что значит забывчивость у нас пушечки то подбиты не страшно мы решили испытать наш кораблик в бою мы это и сделаем пока что неплохо подбивает второй ранг ух как мы получили от второго давайте-ка давайте-ка текать ну мы так сильно не будем бежать ну-ка так во первых держите ром а во вторых предпустим паруса дождемся когда они там развернуться чтобы во первых подвести их к нашему форту а во вторых набросать им побольше бочек главное чтоб форт сам у нас не стрелял ну и кстати можно собственно говоря приостановиться достать мортиру и популять например в них мортиры издалека ну-ка так вот как-то да ну-ка попадаем ну-ка 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 попадаем ну-ка ну пожалуй хватит пожалуй пора убегать так вот парус это очень печально если нас потопит делает свою день я бросила бочку это . было бесполезно так что мы там подбили второй раз в принципе принципе и мы его поколотили неплохо наш порт поработал так давайте-ка еще попробуем артиркой добавить потому что ford я вижу колотит больше манавар ему достается так держи-ка тут еще бочу а я тебя подожду давай 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 заворачивай зараза объехал почку объехал почку объехал но тогда придется всегда стрельб сейчас часто часто берется борешь и ес о вкус а чисто интересно это попадая вот так вот такой дистанции да да попадая вот эти от щепочки у нас правда там всего лишь одна пушка так 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 мы опять очень нехорошо стали добили и хорошо справимся угодно так там там вот я естественно друзья не осторожничаю в этой игре сегодняшней грозит что этот манавар для нас потопит пусть он явно нас пытается спровоцироваться на бардаш меня полны полно манаваров так тот борт у него не подбит и поэтому давай-ка бригатик собирай пушки давай немножко подчинимся вот так вот и пойдем заберем что тут у нас выпало а заодно подведем врага поближе к нашему форту так хлопок и масло все не поместилось так ну что манавар давай давай уже подходи поближе давайте мы его опять же подождем и может быть смортиры делу подцепить как говорится ножка подальше ахмед это не был попадаем это попадает наш форт все манавар тебе конец я так понимаю что можно дать по себе последний зал и добить себе окончательно крепкий крепкий так ты будешь знать как осаждать нашу базу так ну чтож я вижу что там спаслись какие-то люди давайте их подберем потому что для груза я так понимаю места нету мы немножечко мы отстреляли естественно ядер но тем не менее этого недостаточно чтобы что-то забрать такое толковое кто ж у нас там спас спаслись какие-то моряки мы забрали 4 моряков так что у нас тут сахар у нас тут а масло масло всего два а сахара вообще один да возьмем масло может это слопок выбросить взять еще масло как-то так так ну шо ж друзья давайте посетим нашу свеже освобожденную базу и посмотрим что там творится все ли там в порядке довольны ли там жители все ли здоровы из ламальдита уничтожить 18 пиратских кораблей ну вот друзья у нас сменились сутки и у нас теперь новое задание так давайте скорее починим наш бедный кораблик это было что-то либо что-то поменялось либо я просто забыла как чинить корабль хорошо и миссис конституцион вот в чем дело у нас тут 2 конституцион мы нашли друг друга так это вот тот самый конституцион который у нас с вами участвовал в наших приключениях сегодняшних оказывается у меня тут стоит давным-давно забытый еще один конституцион конституцион на котором я сейчас вспоминаю да да вспоминаю именно по расцветке на нем я тоже давно-давно уже пробовала ходить стрелять и так далее но как говорится забыли и забыли теперь вспомнили ну что я вам хочу сказать хороший кораблик я наверное вернусь все таки в лигу как говорится фрегатов и продолжу наше с вами приключение наверно пару серий еще на фрегате возможно на этом же на этом конституционе а возможно и на моем забытом желто-голубом стареньком кораблике поэтому что ж друзья я так думаю что здесь мы с вами серию завершим давайте посмотрим что у нас тут в городе творится да у нас тут полно рома поэтому давайте продавать его пока наши матросы все выпили заработаю денежек ну и все остальные так сказать хозяйственные дела я уже буду делать за кадром а вам я скажу огромное спасибо всем кто посмотрел это видео заходите на мой канал подписывайте ставьте лайки комментируйте и не пропустите серию в которой я объявлю условия конкурса и условия розыгрыша трех кораблей о которых я говорила в начале этой серии всего вам хорошего и пока 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 а